Приветствую вас! И знаете, в психологии познания есть такой термин, как самосознание. Самосознание, оно делится на два вида. Первый, это, собственно, осознание себя, сознание себя. И второе, это, собственно, самосознание. Что означает сознание себя? Сознание себя означает то, что вы перечислили. У вас проблемы с троту на работу, проблемы в семье, два месяца негатива. Вы замечаете какие-то вещи, вы сознаёте их. То есть вы сознаёте, что у вас есть негатив, вы сознаёте, что у вас есть проблемы определённые. Ну и вы пишите, что всё понимается. Тут я боюсь всё не совсем так. Дело в том, что всё понимать в данном контексте означает, что не только осознавать, но и понимать причины. Понимать причины, по которым это происходит. Знать почему, для чего и как исправить. Вы этого не знаете и, соответственно, всё не понимаете. Не всё. Как только у вас появятся причины происходящего с вами, можно условно разделить эти причины на две части. Первая часть общей причины, то есть и в проблемах с взрослым на работу, и в проблемах с семьей, есть по сути что-то общее. Что-то общее, связующее и это связующее вы. Что-то в вашем поведении, в вашем отношении, в вашей идентификации влияет на развитие вот этих вот проблем. Это общие причины. Причины специальные. Естественно, они относятся каждой к своей сфере. То есть причина проблем в рабочей, в трудовой сфере, это ваша идентификация как профессионала. Соответственно, некоторые проблемные моменты в том, с чем вы хотите заниматься, как подаете свои знания, как ищите работу, какой у вас опыт и так далее. И проблемы в социально-семейном плане, где-то не совсем понятно, потому что мы написали, что семья сестры. Соответственно, тут тоже есть свои проблемы. Почему у вас проблемы в семье сестры? С кем вы конфликтуете? И каковы причины конфликта? Что повлияло на появление этого самого конфликта? Вот все это нужно досконально разбирать, выявлять причины следственной связи, тогда у вас будет понимание. И тогда у вас будет самосознание своих проблем, вы будете осознавать их, понимать причины. И что самое главное, у вас будут непосредственные возможности для того, чтобы эти проблемы решить. Потому что вы будете отдавать себе очередь в том, на что вы способны. И это второй момент. Определить свои возможности по решению проблем. И решать эти проблемы по мере своих возможностей так, как вы можете их решить. Все это возможно сделать только лишь либо с человеком, которому вы могли бы все рассказать, поделиться своими проблемами. И который бы вам помог. Человек, которому вы доверяете, которого вы давно знаете и который знает вас. Либо с психологом. В таком случае вам требуется выбрать эксперта на нашем ресурсе. Того, который вам понравился бы. И начать с ним работать. Начать с ним работать и в процессе работы обозначить вот эти вот цели, которые я вам в видео озвучил. И у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.